В понедельник 17 июня в открытой студии. Независимые СМИ в современной России. Существуют ли такие сегодня? И почему государство перестало нуждаться в объективной журналистике? А держит ли, наконец, холодильник победу над телевизором? Кто такой Иван Голунов? Об этом и не только мы поговорим с основателем телеканала Крик ТВ Евгением Губко, единственной в России негосударственной федеральной телекомпанией. Запоминай в понедельник в 16.00 по Москве или в 18.00 по Екатеринбургу. Прямой эфир открытой студии. Я буду тебя там ждать. Увидимся. Пока цивилизованные страны, но это те, что с колен 20 лет не вставали. Так вот, пока они борются за экологию и занимаются современной мусоропереработкой, в России пилят лес для свалок. Жители подмосковного Ликина-Дулеву перекрыли федеральную трассу. Знак протеста против строительства мусорной свалки компании сына генпрокурора России Юрия Чайки. Свалка вместо леса. Вот она, Россия будущего. В 4 утра местные жители собрались на блокпосту трассы А-108, а в 5 часов уже подъехала полиция и центр лесхоз. После двух часов разговоров центр лесхоз под прикрытием полиции запустил в лес двух пильщиков. Люди стояли в лесу и не давали пили, держались за деревья. Протесты против варварства компании сына генпрокурора здесь продолжаются уже несколько месяцев. Смотрите, какая красота. Силовики, прям как заявляет министр, спеша защищать права всех, без исключения граждан страны, вне зависимости от их социального статуса и профессиональной принадлежности. Ну прям настоящее правовое государство мы построили. Это поистинный прорыв в свободе и демократии. Всему миру пример, как с избирателями власти надо общаться. Соловьев вам об этом не расскажет, зато рассказываем мы. И вот еще о чем мы сегодня поговорим. Естественно, что самое примечательное событие минувшей недели – это арест Голунова и последующий за ним хэппи-энд. Ничего нового на сей счет я вам, к сожалению, уже не расскажу. Толочь воду в ступе тоже смысла нет. Скажу лишь одно – то, что в России кончился период застоя. Отныне все решается не во властных кабинетах, а на улицах и площадях. И строго по закону. В ШИИ с вас приглашаю. Здесь по-прежнему творится что-то невообразимое. Ну полиция, ну хватит уже против народа. Отойдите назад. Отойдите. Все, отходите назад. Документы. 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 Кто сказал по балке? А что? Кто оскорбил? Я сказала. Пройдемте со мной. Губернатору Архангельской области Орлова уже и проходы не дают. А свистали его прямо на дне России. В 90-м году, 12 июня, мы открыли новый этап истории нашей страны. И мы являемся теми, кто строит новую Россию, строит ее новое будущее. Ты помойку строим! Архангельская область. И действительно, уже дно России настоящее. Впрочем, это не мешает ему продолжать воевать с людьми на стороне сына генпрокурора, силами чоповцев и частной армии. И это уже ничего, что у него в регионе идет хоть и локальная, но настоящая гражданская война. Пока без особой крови, но все же. Главное, чтобы прокурорской проверки не было. А мы в Дагестан. Здесь тоже начались беспорядки. Дело в том, что вслед за Ингушетией и Чечня отхватила землицу. Новый конфликт на чеченско-дагестанской границе разгорелся на Медне после установки вблизи города Кизляр дорожного знака. Чеченская республика, Шелковский район. На фоне общей непростой ситуации, касающейся темы границы Чечни и соседних республик, молодые люди из Дагестана сломали знак. История закончилась народным сходом жителей двух регионов и впоследствии задержаниями, озабоченным положением дел жителей Дагестана. Жителей Чечни почему-то никто не задерживал. Тем временем Чечня вновь получит миллиарды из бюджета. Речь идет о дополнительном финансировании в 12 миллиардов на строительство новых школ. Дело в том, что республика почти ничего не зарабатывает сама. 81% ее расходов приходится на внешнее финансирование. То есть мы с вами их кормим. А тем временем, видимо, в знак благодарности, как бы это помягче сказать, наверное, за почти полное содержание, Рамзан Кадыров пообещал всем недовольным россиянам ломать пальцы и вырывать языки. Слышите меня, пожалуйста. Я вам говорю, не уберите свои комментарии. Мы все читаем, целая группа над этим работает. И у нас адапты, обычаи никто не отменял. Поэтому для меня убить, что убьет и меня, это не так страшно. А если вы оскорбляете там, вот, мою кровь, рот и мою семью, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите. А то мы поломаем пальцы, вырваем язык толом. Имейте в виду, мы ни одну там провоцирующую комментарии там и видеопубликацию не оставим. Не бы он не был, какой он бы не был, вы меня знаете хорошо, но я люблю за свои слова отвечать. И я вас прощу по-братски. Ну что тут сказать, достойный сын своего народа, а мы продолжаем. Эхо екатеринбургских беспорядков. Здесь на свободу вышел один из лидеров протеста Иван Волков. Его арестовали за участие в пикете, который вообще не состоялся из-за дождя. Несмотря на давление, он будет продолжать свою деятельность и добиваться референдума по статусу земли. Фактически подаренный фирме ООО храм Святой Екатерины, зарегистрированный на британских Виргинских островах. Было первые дни, особенно здесь очень тяжело. Я впервые здесь, ну как говорят местные, у первоходов день идет за месяц, наверное. Потому что часы тянутся так, это ужасно тяжело. Это не объяснить, это надо просто пройти. Условия тяжелые, стены просто покрыты плесенью, обшарпано все. Отношение администрации прекрасное, ребята все молодцы. Вот просто молодцы. Они сами работают в этих условиях. Но никакие лампы, которые обеззараживают, они не спасают от вот этого запаха тюрьмы, этой вони. Но вы понимаете, что в приговоре, фамилия Елены Парей, в моем приговоре, да в моем, в постановлении суда, это не приговор, это постановление суда об административном, значит, аресте. Она говорит о том, что госпожа Майорова, вы даже болванку не можете поменять. Стыд, стыд и позор. Идите учите административное право, идите в юрокадемию снова. Я считаю, что это просто неуважение ко мне, как юристу. Я вам сказал, что я с 20-летним стажем юрист. Я извинился перед женой, что поеду к детям чуть попозже. И, конечно, очень соскучился по малышам, по супруге. Сейчас поедем дальше работать в комитет спасения с кюрой. Всем большой привет, ребята. Молодцы, что работали, несмотря ни на что. Молодцы, что меня не ждали. Хотя, конечно, очень хотелось подписать документ на местный референдум. Было очень обидно узнать, что, с одной стороны, радостно, с другой стороны, обидно, что я не могу в этом процессе участвовать. Столько мы к нему готовились. Но я думаю, что все правильно. Молодцы. Нынешний глава Екатеринбурга Александр Высокинский – это первый мэр в истории столицы Урала, что выбран не народом, а назначен губернатором. К власти он пришел благодаря служебному подлогу, совершенному несколькими депутатами городской думы, что изменили устав города специально под него. Я лично считаю, что именно его халатности привела к беспорядкам в уральской столице. А что думаете вы? Если вы смотрите нас по телевизору, то, пожалуйста, зайдите на сайт kriknews.ru, найдите большой баннер, ведущий на опрос и проголосуйте. Если вы смотрите нас в Ютубе, то ссылка на голосовалку есть еще и в описании ролика. Не лените, оставьте свой голос. Россия не стали жить хуже. К таким выводам по результатам проведенных исследований пришли специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Пик неуверенности в завтрашнем дне пришелся на начало 2019 года. Тогда люди заметили резкий рост цен. Если в первом квартале прошлого года показатель держался на отметке минус 2 пункта, то в начале этого года он снизился до минус 11 пунктов. Это означает, что за один только год люди победнели в 5,5 раз. От покупок отказались еще плюс 26% россиян, плюс к тому показателю, что был достигнут в прошлом году. От любых споряжений отказались еще 15% плюс к тому, что было в прошлом году. Эксперты не сообщают, какими цифры были в прошлом году и кто от чего в прошлом году отказался. Однако обращают внимание на то, что больше всего пострадала молодежь в возрасте до 30 лет. Именно в этой возрастной группе самые мрачные цифры. А мы продолжаем. Жители города Киселевск в Кемерской области вынуждены были просить убежище в Канаде. На такой отчаянный шаг их вынудил варварство уральского олигарха Андрея Казицына, который при потворстве местных властей сделал их жизнь невыносимой. Кстати, это менеджер той самой компании УГМК, что наряду с другим монстром РМК спровоцировал беспорядки в Екатеринбурге. Люди говорят, что очень больно было принимать решение покинуть родину. Но тем не менее. Жители Российской Федерации, Кемеровской области, города Киселевска, хотим открыто обратиться к достопочетному премьеру министра Канады Джастина Труда и генеральному сектору ООО Антонио Утерши. На сегодняшний день в России, в частности в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни. Росгвардию называли личной армией президента. Однако недавно в Москве произошел инцидент. Росгвардейцы, используя дешевые понты и выражение человека с запоздалым психическим развитием, пытался задержать распространителя билета в парке. Высказался от президента. Давайте послушаем. Я сейчас ничего за это не буду. Я похож на мусора, который будет церемониться вот это вот. А, то есть вот так вот? Да, именно вот так вот. Просто бить людей можно. У вас разрешение от президента или что? Да мне нахуй ты упал, понятно? Мне прохлады платят не твой, а не президент. Ну да, понятно. Такая вот верная она армия. Получается, что тот, кто платит мальчику, тот его и танцует. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Прежде чем покинуть вас, напоминаю вам о том, что мы сегодня проводим голосование по поводу мэра самозванца в Екатеринбурге. Пожалуйста, не поленитесь. Зайдите на сайт крикньюз.ру и проголосуйте. Если вы смотрите нас только в Ютубе, перейдите по ссылке в описании. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик-ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию ищите на канале Крик-Ньюз. Краткую версию смотрите по субботам в 11 Москвы на канале Реальная журналистика. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok